Доброе утро! После эфира ждем вас на чай. Неса Владимировна, тема сегодняшнего эфира «Свалить или остаться?» Как вы думаете, свалить или остаться? Откуда? Из Бурятия. Но я думаю, что это выбор каждого человека. Я лично предпочла остаться, и чему очень рада. А так, ну, сейчас вообще же мир без границ, я так полагаю. Был. До коронавируса. Ну что-то начинает меняться. Все вернется, все вернется. И более того, коронавирус, наоборот, мне кажется, эти границы, ну, виртуально расширил. Да, конечно, физически они закрыты. Поэтому, если есть силы и возможности, желания, нужно пробовать себя везде. Ну, естественно, развивать малую родину нужно, необходимо. И, ну, не здесь хорошо. Вы знаете, почему мы сегодня позвали Несу Владимировну в гости? Не потому, что она генеральный директор телерадиокомпании. Это не она сама пришла, а это мы ее позвали. По одной простой причине, да? Я вчера, я обычно смотрю новости Восточный экспресс в 10 вечера. Потому что вот в 7.30 смотреть не успеваю, в 10 вечера врубаю. Врубил, а мне уже вчера говорят, и на этом все. До свидания. Да, что происходит? Конечно, я должна принести извинения всем нашим телезрителям, которые привыкли уже к определенному времени. Но, опять же, это сделано для их удобства. Потому что мы подумали, что вот время 21.30, в которое теперь идет Восточный экспресс, и 23, оно больше подходит, что называется, под разделение людей по типажам. Есть совы, есть жаворонки. В 21.30 это как раз те, кто рано ложатся спать. А в 23 те, кто любят сделать это попозже. Мне кажется, это время гораздо более удобное, поэтому нужно просто привыкнуть. Вот и все. И сегодня мы вышли в эфир не в 7.30, а в 7.35. Да, и у нас тоже произошли изменения. У нас теперь эфир начинается в 7.35. Это тоже очень важно. А все наши программы становятся длиннее, больше, да. И Восточный экспресс в 7 утра. Утро нужно начинать с новостей. Для тех, кто еще раньше, чем в 21.30 лег спать или не успел посмотреть вечером в полвосьмого. Это наше обычное время. В 7 часов утра начинается новостей, а потом далее эстафету принимаете вы и заряжаете позитивом на весь день. С удовольствием смотрю вашу программу. Думаю, идеальный расклад. Да. Нет. А еще программы становятся больше. Это вы, в смысле, больше сюжетов начали снимать или больше контента? Те наши программы, которые называются линейным, которые выходят каждую неделю в определенные дни недели, они становятся больше для того, чтобы было удобно смотреть, для того, чтобы было больше интересной информации. Спортивный экспресс, точка зрения, программа до и после, семейный контролер, дежурный по городу неделя. Более того, после Восточного экспресса в пятницу добавляется еще очень полезные и интересные 10 минут. Не так и будут называться. После новостей. Это будет либо большой репортаж, либо большое интервью на актуальную тему. Это уже круто. Еще не все новшества. Еще много всего приготовили. А что еще? Вот интригу буду тянуть, но хочу сказать, что следите за нашим эфиром обязательно и хотите на Оригус. А, да? Хочу на Оригус. Ой, мне кажется, нам подбирают замену. Работайте лучше, чтобы не было у вас никаких опасений. Уважаемые зрители, если вы хотите на Оригус, хотите, хотите, и все, может быть, получится очень скоро, да? Следите за эфиром. Очень скоро. Вау, это правда интрига. Мне кажется, это неизменно. Ну, тебе тоже надо сидеть и, знаешь, смотреть. Ну, и, конечно, приближается еще 9 мая к этому великому празднику. Мы приготовили тоже очень много различных телевизионных проектов, но наш самый главный, наш флагман, это спеть пресную песню. Мы будем делать уже четвертый раз. Трижды пели наши горожане. Это была песня «Катюша», «Три танкиста». К 75-летию мы спели самую главную победную песню. Ну, и в этом году это будет очень, ну, моя любимая песня, наверное, из военной тематики, от которой всегда мурашки по коже. Мы за ценой не постоим. Еще у нее одно название. Значит, нам нужна одна победа. Прекрасная песня Булата Акуджава, которая была написана для фильма «Белорусский вокзал». А можно немного техники? Как это происходит? А может быть, мы еще посмотрим, как это было? Да, давайте, давайте. Как это было раньше? Как это было раньше? Уже, как сказала Настя Владимировна, спели три раза. В этом году четвертый раз будем петь. Давайте посмотрим. День победы, так вот мы, как нас далек, как постреба души, да и лукарек. ПЕСНЯ Булата Акуджава, которая была в этом году. День победы, день победы, день победы. День победы, день победы, день победы. Как это красиво, эффектно смотрится. Как это здорово. Как это патриотизм в чистом виде. Да, я вот там смотрю, там есть и депутаты, и школьники, причем вот таким вот составом. Семьи поют, пары поют, трудовые коллективы. Какие-то критерии есть? Есть определенные правила, очень простые. Все завязано в нашем сайте. Нужно обязательно зайти на наш сайт, в раздел спецпроекты. Далее вкладка «Споем ко дню победы вместе». Скачать фонограмму обязательного условия. Петь нужно именно под фонограмму, которая у нас на сайте. Помогите нам, это очень сильно облегчает монтаж и для более красивого звучания песни. А есть какой-то вариант? Снимать на свой телефон. В принципе, можно и горизонтально, и вертикально. Самое главное, чтобы была минусовка, которая для того, чтобы красиво это все смонтировать. И вот на этот адрес нужно присылать свое видео. А статистика какая-то есть? За последние три года сколько человек принимал участие? Ну, каждый год примерно мы используем около 200 записей, которые нам присылают. А людей даже посчитать невозможно. Это за тысячу, если там очень красиво стоит вся школа. Ну, примерно и представьте, какое количество людей принимает участие в этой акции. Здорово. Это ваша акция? Ну, да. Это уже наша традиция, наша гордость. И она очень такая трепетная, мне кажется, и очень настоящая. И люди с большим удовольствием откликаются. И уже сейчас мы начали звонить вот в преддверии того, как мы объявили старт акции, спрашивать, что будем петь в этом году. А сроки какие-то есть? До 20 апреля. До 20 апреля? А потом? Потом несколько дней, видимо, монтируются. А потом до 20 апреля. Да, клип монтируется и транслируется у нас в эфире, в наших соцсетях. Ко дню победы. Мы призываем все, не только трудовые коллективы, но и вообще, если вы сами умеете, или даже не умеете, но от души, главное, спойте под фонограмму. И тогда вы присоединитесь к такой классной акции телерадиокомпании «Аригус» «Споем ко дню победы». Да? Да. На сайте телекомпании «Аригус.тв» ищите вкладку «Спецпроекты», и там уже дальше вы все поймете, что дальше. А что еще к 9 мая будет? Мы призовем людей к определенным действиям и полагаем, что получим большой отклик. Но, опять же, пока не могу. Интрига. Интрига, да. Да, да. Следите за нашим эфиром. У нас в планах две очень, тоже, мне кажется, красивые и душевные акции. Ну вот, Инесса Владимировна, столько лет вы отработали в «Восточном экспрессе». Каждый день смотрите эфир? Да. Да? Да. Что там сейчас самого актуального? Вот вчера главная новость какая была? Вчера главная... Ну, продолжение темы с собаками, естественно. Там была бесстрашная Кристина Соснина, которая, когда я увидела ее в кадре вот с этим вот, и на нее кидалась собака, мне было очень-очень за нее переживательно. Ну, вот Кристина, она такая, все нужно попробовать на себе. Ну, про бензин, естественно, мы с этого начинали. То, что касается вообще практически всех, ну, не практически, а всех повышение очередной цены на бензин, но сказали, что пока все в рамках закона. Ну, и, конечно, дежурный по городу – это та тема, которая очень интересна горожанам, потому что она результативна. Потому что мы не только показываем проблему, а добиваемся ее решения по максимуму. На этой неделе Союна Бухаева следит за чистотой в городе. И что очень мне импонирует, это не только критика власти, городских структур, которые призваны по долгу службы следить за порядком в городе. Ну, и такой призыв горожанам тоже. Обратите внимание. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Давайте посмотрим. Дежурный по городу продолжает новое утро. Солнце, пение птиц и мусор. Вот такая свалка в центре города. Неподалеку целый ряд госучреждений. Министерство промышленности, республиканская служба по тарифам, ВДКанал. По кадрам видно, отходы тлеют не первый год. Строят дома, но ломают дороги. Так утверждают жители сотых кварталов. По их мнению, строительная компания не рассчитывает массу груза. Самосвалы разбили последние куски асфальта. А ремонт обещают завершить только к первому сентября. Отметим, по этой дороге следуют маршрутные автобусы. И это явно не отвечает требованиям безопасности. Некоторые машины прямо садятся днищем, потому что невозможно не объехать. Каждый день здесь проходит столько маршрутов. Вы представьте, 113-й, 115-й, 114-й, 128-й. Все здесь проезжают. Этот участок дороги у нас вошел в текущем году в план мероприятия по безопасности и качеству ремонта дорог. Будет делаться от торгового центра «Мед» и до торгового центра «Барис». Ориентировочно в 20-х числах апреля уже присыпают к этим работам. Будет полностью замена дорожной одежды в проезжей части, устройства тротуаров. Перекрытие будет частичное по полосам. Еще одна дорога опасна уже для пешеходов. Перейти необходимо через трамвайные пути и четырехполосное движение. Сложнее всего приходится родителям с коляской или пациентам детской больницы. Этот участок дороги включен в программу на 2022 год. С этого года ямочный ремонт уже полномочий комитета городского хозяйства. Работы уже ведутся. Мы сейчас своих коллег проинформируем, чтобы они смогли запланировать эти работы на этом пешеходном переходе. Мы продолжаем следить за порядком в городе. Не забывайте отправлять материалы по нашим номерам. Давайте сделать город чище и лучше вместе. Дорогие телезрители, время 8.32. Ну а мы приступаем к зарядке. Сегодня в гостях у нас Екатерина Полищук, фитнес-тренер с 10-летним стажем. Так что Катя Нат сегодня... Будет крути. Всем доброе утро. Доброе утро. Катя, первый вопрос эфира. Свалить из Улан-Удэя из Бурятии или остаться? Ну я думаю, что это выбор каждого, во-первых. Во-вторых, если вам по душе ваш город родной, все близкие, рядом, то нужно развиваться здесь и иметь возможность путешествовать. А вы сами уландэнка? Да. И тут и работаете? Да, в 10 лет. А какой якорь-то у вас тут? Что вас тут держит? Ну не сказать, что меня здесь прямо что-то так держит. Если будет у меня желание, возможность, то я в принципе уеду. А так я люблю наш город. Это прекрасно. Мне вот Катя на позиции очень близка. Ну Катя, давайте, начинайте. Я специально тогда говорю, Катя, пожалуйста, не научи нас сегодня. Что будем делать? Мы сегодня сделаем с вами легкую тренировку. Ее можно выполнять в качестве зарядки с утра, с акцентом на любимые всеми ноги и ягодицы. А если вы хотите сделать это как полноценную тренировку, то можете выполнять 4-5 кругов и увеличивать количество повторений. Давайте вперед. Ничего, что мы вот в такой вот форме? Ну раз уж так, что поделаешь. Конечно же, любую... Зато у нас есть ноги и ягодицы в любом случае. Любую тренировку мы начинаем с легкой разминки. Делаем вращение руками назад. Разогреем наши суставы. О, я уже слышал, как у меня там что-то хрустит. Похрустит. Будем разогреваться. Локти. Я слышу, как у Насти что-то там уже похрустывает. Затем таз. Мое любимое движение всегда было на физкультуре. В другую сторону. Мы почему-то всегда смеялись, когда так делали. Затем разогреем бедро. Ой, вот это я первый раз вообще вижу такое. Другую. Для разогрева сколько нужно для разогрева? Ну, делаем примерно где-то по 10 раз. Если дома у вас есть какой-то кардиотренажер, можно разогреться на кардиотренажере. Затем колени. Ой. Каждый тренер, который к нам приходит, по-разному ведет разогрев. Ты замечаешь? Ну, в целом, мне кажется, есть все равно техники. Но. Технология даже, да, сверху вниз все у нас ведет разогрев. Но слово разогрев, оно есть у каждого тренера. Да, это неотъемлемая часть любой тренировки. И другой ногой. Потому что все это травмоопасно, если не разогреться. Да. Начнем мы с вами с классических приседаний. Стопы ставим чуть шире плеч, носки слегка разворачиваем в стороны, отводим таз назад и садимся. Ну, конечно, так у вас все легко звучит на словах. И обязательно, пожалуйста, контролируйте движение, чтобы у вас колени сильно не выступали за носки и стопа не отрывалась от пола. А считается, что у меня еще грусть тут есть? И микрофон на мне, и рация. Замечательно. Отлично. Дальше добавим. Просто три грамма. Присед, мах в сторону. Ой-ой-ой. Присед, мах в сторону. Ну, не планка же. Вот завтра опять все будет болеть. Поэтому нужно делать чаще, а лучше ежедневно. Все-таки мышцы нам даны для того, чтобы ими... И исчезает, исчезает и появляет. И появляет. У меня уже все болит. Хорошая нагрузка. В каком возрасте, Катя, можно начинать... Ой, как это называется-то? Есть ли предельный возраст тренировок? Я вам выпад назад. Нет. Вы даже можете заметить, что и дети занимаются с раннего возраста, кто танцами, гимнастикой, плаванием. Нет, а предельный вот... А, в смысле, в 9? Выше, который. Ну, чем выше у вас старший опыт тренировок, тем дольше вы можете заниматься, продлевать свою молодость, здоровье и долголетие. Вот на вашем просто опыте. И назад. Кто у вас был самый, так сказать, старый? Ну, не сказать, что старый, но возраст такой опытный, скажем так. Ко мне ходила женщина, занималась, которой было около 60 лет. И причем она такая молодец и делала даже намного лучше, чем остальные. Сделаем еще по 4 выпада. Наверное, у нее за плечами был какой-то спортивный опыт. Просто она такая очень заботится о себе и о своей фигуре. И закончим мы с вами прыжками. Вниз. Что? Вниз. При теле коснулись пола. Колени разворачиваем в стороны. И подъем. Вниз. Вниз. У меня так делались ноги. 5. 4. 3. 2. 1. И 30 секунд побежим. В конце. Зачем бежим? На путь к здоровью и красивой фигуре. Или из Бурятии бежим. Из Уан-Удэ. Еще 10. К лучшей жизни. К лучшей жизни. К Луан-Удэ. А кто сказал, что там моя лучшая? 5, 4, 3, 2, 1. Делаем вдох. У Кати все так легко. И выдох. У меня уже все. Ты говори хотя бы что-нибудь. Нет, вообще не говори. После любой тренировки можно немножко потянуться. Вперед. Это можно назвать доненько. Спину держим ровненько. И выпрямляемся. Зачем вы меня в таком виде показываете? Еще раз выдох. И выдох. Вы молодцы. Ой, Кать, спасибо большое. Это правда было так. Это было быстро, конкретно. А может вам проснуться с утра точно? Да. Вот помимо кофе, надо ли с утра кофе пить? Это по желанию. Сейчас тоже много различных исследований. Если нравится, пожалуйста, я не против. А вообще во сколько можно начать заниматься? Некоторые говорят прямо с утра, а некоторые говорят нет, понедельник, среда, пятница вечерами. Ну, это тоже, говорю, все, опять же, индивидуально, как удобно вам. Потому что каждый организм индивидуален. Не смотрите ни на подругу, ни на соседа, смотрите на себя. Жаворонок. Я? Жаворонок. Жаворонок, да. Мне удобно с утра, я вот все, зарядилась и пошла. Мы ждем вас завтра тогда, Екатерина. Катя Полищук, фитнес-тренер с 10-летним стажем. Я надеюсь, завтра она моих соведущих просто порвет. Не забудьте форму, как я сегодня. Спасибо. Спасибо вам за предложение. Ну, а дальше эфир нашего нового утра продолжает. Постоянная рубрика, которая выходит по средам. Правовая среда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова